Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, главный редактор открытого города Татьяна Фас у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Я когда тоже вышел на эфир, я вот подумал, что вот мы все время так вот бежим, бежим, мы дали свой родной город, ну, который мы любим, понятно, априори, наш родной город Рига, что зачастую мы вот не замечаем очень многого. Есть какие-то дома там знаменитые, там каждый лежанин, наверное, скажет, что есть дома юген стиля. Но вот когда мы доходим до какой-то истории знаменитых людей, вот вы прошлый раз тоже рассказывали, да, вот, и про супругу Булгакова, и для многих, я потом перескал свои знакомые, они говорят, да, действительно, вот мы посмотрели вот в Википедии, к нашему стыду мы ничего об этом не знали, да. И я вот так понимаю, что вы вот действительно этот проект знаменитых рижан и их связь вот с теми или иными домами историческими, и вы собираетесь так вот серьёзно, ну, запускайтесь так, можно сказать. Я себя поймала на том, что мы всё время ходим и смотрим себе под ноги. Мы даже не удосуживаемся поднять глаза и посмотреть на эту красоту обновлённого уже давно города, на эти старые дома, на изумительные шпили. Вот буквально по такой улице... Бежим мы даже не поднимаем головы. Не поднимаем головы, потому что мы все в своих заботах, все в своих проблемах. А жить в таком городе и как бы не использовать эту красоту вокруг себя, это, конечно, неправильно. Поэтому я давно задумала этот проект под названием «Рижские тайны» с Татьяной Фаст, проект, который связан с великими нашими рижанами, известными рижанами, которые или родились здесь, или жили здесь. Но рижане – это только как бы одни из героев этих видеороликов. А главный герой, можно сказать, это Рига. Это Рига, её изумительные дома, её замечательная архитектура. Потому что люди, о которых я рассказываю, они жили в памятниках архитектуры, и они питались этим воздухом, они восхищались этой красотой. И я всегда считала, что города, они как-то подтягивают людей до себя. Мне в своей длинной жизни довелось жить в разных городах. Я родилась в Вене, замечательный, прекрасный, роскошный город. Вы родились в Вене? Я родилась в Вене. Но со своей такой имперской традицией, со своим духом имперским определенным… Видимо, родители были военные, да? Родители, да, были военные. И мне повезло там родиться. Папа там жил около 10 лет. Я там неполный год после своего рождения. Но, тем не менее, я туда бесконечно езжу и очень любуюсь этим городом. Но я говорю, там есть свои как бы сложности для меня. Потому что это огромная столица, бывшая империя. Такой город мощный, тяжелый при всей своей красоте. Училась в Москве. Ну, все знают, что это за город. И как он высасывает из себя энергию, с одной стороны, и дает возможности. Потому что очень богатый город, очень карьерный. Там можно сделать карьеру неожиданно буквально. И в то же время можно потеряться, как песчинка. Но энергии только на переезды. Конечно, одна машина сколько занимает времени или метро. Потом 10 лет жила в Новосибирске. Тоже непростой город, двухмиллионник. С огромными мостами, двухкилометровыми, через одной страсть, одного берега на другой переехать. Город тяжелый и для жизни, и для работы. И вот на фоне всего этого Рига – это просто роскошная жемчужина. Это мой город, где мне уютно, где мне комфортно, где мне нравится все. Культура, аура, люди, отношения друг к другу. Очень деликатный город. И город, конечно, с великолепной историей. Поэтому проект, о котором я мечтала много лет, я очень рада, что он наконец-то у меня осуществился. Пока вышло только два видеофильма. Один, посвященный Жене Булгаковой, Елене Булгаковой, Нюрнберг, которая жила на улице Елизабетас. Дом Маргариты в Ютубе, это можно найти. Второй – Балетная улица. Тоже кто-то слышал, кто-то слышал частично о том, что на этой улице Сколос, который я называю Балетный, родился. Морис Лепа. Домик Лепы многим знаком. Но, может быть, далеко не все знают, что на этой же улице, буквально в 150 метрах от Мориса Лепы, 12 лет спустя родился Михаил Барышников. Бумажа такая, да? Звезда. 150 метров друг от друга. А еще в 200 метрах, ну, правда, не на Сколоса, а на улице Стабу, но буквально за поворотом, жил с трехлетнего возраста еще один легендарный танцовщик – Александр Годунов. И это люди, которые практически в одно время жили. Ну, Морис постарше, он раньше уехал в Москву и стал делать карьеру в Большом театре. А Михаил и Александр, они вместе ходили в Рижское хореографическое училище. Это была их взлетная полоса у всех троих. Рижское хореографическое училище. Тем не менее, вот эта улица Сколос, такая маленькая, всего 742 метра, можете себе представить, дала миру двух гениев танца. Я уже не говорю про всех остальных, кто родился на этой улице, там достаточно великих людей. Один из них, ну, великий, может быть, его назвать еще рано, но известный гроссмейстер Владимир Викбан, который жил на Сколос 12. То есть улица, которая дала миру очень много талантливых, известных, знаменитостей. Да, и вообще, я думаю, что вам надо будет и расширить, если, я так понимаю, этот проект такой не на один день, не на один месяц, не на один год. Очень хотелось бы, да. То есть я его только-только начала. Потому что очень много знаменитых рижан, мы знаем даже, не знаю, и Аркадий Райкин, можно тоже, даже табличка была. Этих имен так много, и буквально у каждого из них своя Рига. Там у Райниса Аспазии своя Рига, у Райкина она своя, причем он родился, и есть табличка, кстати, наоборот. У Райкина своя, правда, потом пытались представить, что он якобы Ригу не любил, но это разные такие разговоры. Ну, он здесь родился, он здесь жил, отец его построил тут, не знаю, не пол Риги, пол Старой Риги. Поэтому это Исайя Берлин, Вера Мухина, Юрис Подникс, Франк, Оскар Строк, Михаил Таль. То есть это город великих людей. У нас в журнале «Открытый город» рубрика есть «Город великих людей». Мы ее уже 10 лет ведем и рассказываем в каждом номере. И все время есть, что рассказываешь, что самое интересное. Не просто есть, а там буквально в каждом номере даже по два материала бывает, потому что такое... И хорошо, что у нас есть журналисты, которые с большим удовольствием об этом пишут, прекрасно, шикарно пишут. Вот Ксения Загоровская очень любит город и очень много знает о его истории. Наш такой постоянный, топовый автор. Юлия Александрова много знает, пишет. Ну, просто сказочный город в смысле вот этой истории. И я говорю, что недаром вот я предлагаю оторваться от земли и посмотреть немножечко наверх, на это великолепие, на эту культуру, на эту красоту. Город воспитывает человека. Я помню, Саша Генис, которого я очень люблю цитировать, он рассказывал... Он же рижанин. Он рижанин, хотя родился он в Рязани. Да, в Рязани, да. Уже в школу пошел в Риге, брат его здесь пошел. Так вот, родители его, отец был преподавателем ГВФ, Аркига, они отдали их в школу, в такие школы, чтобы дети из окна видели красоту. Например, его старший брат учился вот буквально рядом на Калпака, чтобы из окна родители его, так сказать, так устроили в такую школу, чтобы он из окна видел Академию художеств. Смотрел на эту готику, на эту красоту, привычался к культуре. То есть вот люди думали, и поэтому я считаю очень важно детей, даже с рижских окраин, с разных районов, возить в центр города, показывать эту шикарную красоту. И вот она есть, но я говорю, мы не всегда обращаем на нее внимание, занятые своими заботами. Так вот, я как журналист считаю, что моя задача зафиксировать эти мгновения, рассказать об этих домах, об этих людях, с ними связанных. И, кроме того, возможно, не просто оставить это в Ютьюбе, а разместить какие-то таблички, какие-то памятные знаки. Возможно, у кого-то будет желание создать памятники или монументы этим людям, а может быть даже музей. Вот в последнем своем ролике, связанном с Балетной улицей, я вообще предлагаю в домике Мариса Лепа, он такой небольшой, двухэтажный, компактный, сделать музей Великого Рижского балета. Я думаю, что рижские танцовщики этого заслуживают. Дом несколько раз переходил из рук в руки, он сейчас принадлежит частным владельцам одной компании, но вот думаю, может быть, даже встретиться с этими представителями этой компании, с управляющим, я уже познакомилась, и подумать вот о том, чтобы на одном из этажей почему бы не расположить музей и, может быть, городские власти к этому привлечь. Я думаю, город тоже в этом заинтересован. Это же привлечение туризма, это повышение цены недвижимости, то есть тут чисто практические цели тоже есть, кроме, так сказать, оккультуривания пространства и фиксации вот этих исторических фактов. И это еще и повышает потенциал Риги как культурного объекта. Да, да, это, кстати, вот мы знаем, что у нас есть агентство Life Riga, это может быть отдельная история, насколько там эффективно, неэффективно, разные на сей счет, как вы знаете, мнения, но тем не менее, основная задача вот этого агентства – это привлечение, естественно, туристов. Конечно. Но чаще всего, как мы видим, все идет по накатанному, да, вот я имею в виду там несколько домов югенстиля на Альберта, потом, естественно, Старая Рига, ну, условно говоря. Ну, у нас, конечно, есть целая группа энтузиастов, экскурсоводов, историков и экскурсоводов, которые могут выйти за рамки вот эти рамки вот такого дежурного осмотра риги. И вот я, собственно, я им не конкурент, я им даю материал, вот я им даю материал и даю наводку, пожалуйста, пользуйтесь, вот это же шикарно, причем, вот сколько раз я уже на съемке, ну, пока, правда, два раза, но оба раза приходилось сталкиваться с совершенно неожиданными ситуациями и людьми. Пошли снимать дом Маргариты и уже буквально уезжая оттуда, познакомились с управляющим, который говорит, ну, вот я сейчас уезжаю, мне некогда, но вообще, если вы захотите, я вас могу поднять на шпиль и показать Ригу оттуда. Там же шикарный дом с огромным шпилем. На улице Элизабетес нельзя было строить дома выше четвертого этажа, а вот этот цирквец, он ухитрился, мало того, что он построил пятый как-то внутри дома, в колодце, и вот та же Елена Булгакова, она жила как раз на пятом этаже, если смотреть со двора. Ну, и там шикарный шпиль огромный, откуда Рига, наверное, там, ну, знаю, с высоты птичьего полета может смотреться. А что-то вообще известно вот по нее? Потом она уже приезжала, когда была замужем за Булгакова? Приезжала неоднократно. Дело в том, что у нее здесь оставались родители. Отец умер и похоронен на Покровском кладбище, он умер в 30-е годы, а мама умерла уже в 45-м году после войны, и вот она на похороны отца не могла приехать тогда в 30-е годы, не знаю, может быть, из-за отношений России к Латвии. А в 45-м она приехала сюда, и есть такая трагическая история, что мама была в очень плохом состоянии, и у нее, по-моему, был отек легких, воспаление легких, и она разрешила ей сделать смертельный укол. Вот это при ней произошло, и мама при ней скончалась, и тоже похоронена на Покровском, а нет, вру, мама похоронена на другом, на Вознесенском кладбище, да, на другом. А отец и сестра похоронены здесь, в Риге, сестра Елены. Сама Елена похоронена вместе с Булгаком в Москве на Новодевичьем кладбище. А вот родственники ее здесь, на Покровском кладбище, причем энтузиасты, вот типа Светланы Ведякиной и Пушкинского общества, они, по-моему, даже ухаживают за могилой. Я не была сама на кладбище, но увидела фотографии, и вполне в хорошем состоянии выглядит эта могила. Но что интересно, вот люди и дети, и школьники подхватывают же вот эти истории. Мы публиковали не так давно в журнале «Открытый город» статью школьниц 12-го класса Готвальдской школы, которые, узнав о том, что есть эта могила, пошли туда, встретились со Светланой Ведякиной, узнали подробности. И потом пошли в этот дом Маргариты, обошли квартиры, обошли этот дом, и написали, были в архивах, попытались найти план этого дома, и нашли этот план. И, кстати, вот я благодаря им узнала, что Елена жила в квартире номер 10, потому что до этого существовала легенда, что она жила на первом этаже. На самом деле она жила на пятом. Девочки предоставили план этого дома, узнали очень много подробностей, и мы вот эти подробности все опубликовали. То есть очень приятно, что вот подхватывает молодежь вот эти истории, и заинтересована в том, чтобы пытаться даже собрать как можно более богатый материал. Да, вот я так понимаю, что, наверное, не исключено, что потом, когда вот это все, эти видео, скажем, или это количество перерастет, обрастет в такую уже историю, стойную, наверное, можно будет целый документальный фильм уже сделать. Нет, нужно по каждой из этих историй делать и получасовые фильмы, программы, и часовые. Да, там есть материал. Материал огромный. То есть я мучаюсь, когда ужимаю этот материал до пяти минут и до десяти минут. Ну, потому что было людям удобно смотреть, да? Ну, пока мне хочется сделать такие клипы, заинтересовать, а если будет время и возможность, то я с удовольствием сделаю более длинные фильмы. Но я не досказала о том, что всякий раз, когда сталкиваешься с людьми, когда приходишь на съемки в тот или иной дом, то возникают разные неожиданные ситуации. Например, мне пришлось не так просто найти квартиру Михаила Барышникова. То есть многие знали, где этот дом. Благодаря Андресу Виттеншу, его другу, он в интервью рассказывал, что это дом 36А на улице Сколос. Но найти документы, домовые книги, у меня не получилось. Архив сказал, что это находится в домоуправлении. Рига с нам упарывал, что, ну, знаете, мы поискали, не нашли эти домовые книги. Может быть, обратитесь в один департамент, в другой департамент. Короче, время меня уже поджимало, и я не смогла обнаружить эти домовые книги. И думаю, пойду просто по-журналистски, по-репортерски пойду в этот дом, и я прошу жильцов. И что вы думаете? Ну, как всегда, повезло. Буквально первый жилец там первого этажа, который гулял с собачкой, сказал, да-да-да, Михаил жил в нашем подъезде. Я даже видел, когда он приходил во двор. Правда, в подъезд он не заходил, но я спросила, на каком этаже он жил. Он сказал, что на четвертом этаже. И вот когда я поднялась на четвертый этаж, стала звонить в две квартиры, которые есть на этом этаже, ну, бывшую квартиру Михаила. Вернее, я пока не знала, какая из них Михаила. Позвонила в одну квартиру, никто не ответил, позвонила в другую квартиру. И вышла женщина. Это оказалось соседкой, ну, нынешней соседкой. Она уже в 90-е годы приобрела квартиру. Которая знала о том, что после войны, вот в квартире напротив, жила семья Барышниковых. Это была коммунальная квартира, там жило пять семей. И она мне, что вы думаете, она мне рассказала о том, что она, когда жила еще не в этом доме, не в этом районе, она училась с двоюродным братом Барышниковым в одной школе. Жила она в Пардаугове. Я узнала, что у Миши Барышникова был двоюродный брат, который тоже занимался балетом. Ну, куда он потом переехал или чем стал заниматься, она не знала, эта женщина. Тем не менее, она мне подтвердила, что вот эта квартира, вот эта напротив, номер 12, которую мы, собственно, и сняли. Ну, жильцов этой квартиры мне не удалось застать, нам никто не ответил. Тем не менее, вот жильцы очень помнят, ну, не помнят, но я знаю о том, что Михаил здесь жил и гордятся тем, что у них такой знаменитый сосед. Так что вот все время сталкиваешься с какими-то историями любопытными при съемках. Да, вот мы привемся буквально на пару минут. Татьяна Фасина в студии, мы говорим действительно о такой, ну, интереснейшей истории Риги, о которой много, многие не знают. Но вот наша задача как раз в том числе и не только с видео, и на радиостанции, конечно, об этом рассказать не переключайтесь. Главный редактор «Открытого города» Татьяна Фаст у меня в студии. И, по-моему, замечательно, что мы сегодня говорим, может быть, там, не о политике, которая надоела, и не о пандемии, которая еще больше надоела, а говорим действительно, ну, в какой-то степени о вечном, об истории Риги, которая будет и при нас, и после нас. Вот интересно, вы в перерыве сказали, что на самом деле так много известных рижан, или тех, которые внесли свое, может быть, имя в историю, в той иной степени. Так что есть о чем рассказывать, может быть, хотя бы несколько имен назовите, может быть, есть такие забытые имена, да, которые надо возродить вот через Ригу. Ну, есть просто уникальные истории. Я всегда говорю, вот когда я начинаю новый фильм, я всегда мучаюсь выбором, потому что выбор всегда есть из чего. Вот сейчас, например, я мучаюсь, значит, либо «Оскар строк», а хоть и «Черные глаза». Либо это Юрий Сподник, у которого в этом году 70-летний юбилей, и вот ему я как раз сейчас очень активно занимаюсь тем, чтобы установить памятную доску на доме, где он работал, это Катю Нам с Кошкиным домом. Либо Михаил Таль, мне очень хочется его вспомнить, рассказать, о нем как-то мало пишут и забыли. Притом есть родственники, есть хотя бы. Да, но вот, кстати, насчет родственников и насчет людей, причастных к искусству, всегда сталкиваешься с проблемой авторских прав. Потому что вот тот же «Оскар строк», вот я не знаю, имею ли я право, но, скорее всего, не имею, потому что сейчас ни на что ты не имеешь права использовать в публичном пространстве. Его музыку, то есть она, авторские права, я знаю, принадлежат детям и внукам. И знаю, что когда театр «Русская драма» ставил спектакль, там долго-долго они переписывались и пытались эти авторские права соблюсти, подписать договора и так далее. То есть вот это всегда, даже вот в этом клипе, всегда какая-то проблема. Поэтому надо выбирать человека, во-первых, у которого есть доступ к каким-то архивам, и чтобы можно было их использовать. А что касается строка, там все-таки есть какие-то родственники? Конечно, у него внучка была и дочка была, насколько я знаю, вот открывала доску, ему доска существует на терботез. И есть, ну не знаю, есть ли сейчас, но дочка была, внучка была, и даже, по-моему, не одна внучка. То есть есть родственники, да, есть наследники этих авторских прав, обладатели этих авторских прав. Поэтому надо как-то либо списываться, либо думать об этом. Ну вот в этом существует проблема. Но поэтому, и потому что есть масса интересных кандидатов, я всегда перед выбором. Но, может быть, сейчас все-таки возьмусь, может быть, за Юриса, потому что влечь из нескольких месяцев. Это из новейшей истории. И я сама о нем книгу написала, и я могу про него рассказывать бесконечно. То есть бесконечно не буду, постараюсь там в 5-10 минут уложиться. Ну а есть еще кто-то, вот высказая несколько имен, может быть? Ну вот я хотела либо Оскар Срок, либо Михаил Таль. Я очень хочу о Михаиле Тале. Причем Володя Вигман, с ним просто дружил, хорошо его знал. У него масса деталей, которые он может мне рассказать, таких которых не знает никто. Шахматист дружил с шашистом. Они работали на одной площадке. Вот есть дом, где был журнал шашки и журнал шахматы. Вот Михаил Таль работал в журнале шахматы, а Володя работал в журнале шашки. И они просто были рядом, выпивали, встречались, общались. Ну не знаю, играли или нет, но, по крайней мере, Володя может быть таким источником информации. А Володя в шахматы тоже играет. Ну не скажу, что он играет хорошо, потому что когда-то он играл с моим папой, и он ему проиграл. Хотя папа не гроссмейстер, а в шашках он дока, безусловно. Но недавно проходила мимо дома Таля, оказывается дом в лесах, в реставрации, и вот снимать его будет, скажем, сейчас не самое время. Поэтому, наверное, эту идею я пока отмету. Таля немножечко отодвинем пока, когда отреставрировали дом. Ну есть и ещё люди, да? Ну есть, конечно, есть. Представляете, например, кто помнит сейчас, что последние дни своей жизни здесь прожил Андрей Миронов, который умер на сцене нашего латвийского оперного театра. Это же целая история потрясающая, которую можно рассказать. Или, например, кто помнит, что... Ну или читал, мы писали об этом, но о том, что Шаляпин, бывая в Риге, пел по-латышски в нашей же опере. Я вас слышу. Вот, пожалуйста. Или, например... Действительно пел по-латышски? Да, пел по-латышски в опере. Да, была такая история. Жил в отеле Рига. Наверное, записей никаких не сохранилось в латышской песне. Как сказать, почему у нас здесь большая музыкальная библиотека, и не исключаю, что, может, и сохранилась. Потом, например, история Высоцкий и Рига. Это целая туристическая, там, не знаю, тропа, книга. Бывала неоднократно, да. А мы вот недавно открыли вообще новую страницу жизни Высоцкого, ну, не только в Риге, а в Латвии. Высоцкий еще, кроме того, что он бывал в Риге, у многих бывал в домах, играл, пел, выступал, снимался в Рижской киностудии. Он еще и строил Плявинскую ГЭС, расскажу я вам. А строил ее, это было в 1963 году, когда он только начинал свою актерскую карьеру, и в Пушкинском театре тогда работал так, кое-как. Он приехал сюда на съемки фильма. Снимали фильм о строительстве какой-то там Сибирской ГЭС, якобы. А в это время как раз шло строительство Плявинской ГЭС. Там завозили кубы всяких бетонных сооружений, песка и так далее. И есть фильм, я еще не помню, как он называется. А, «На завтрашней улице». Вот кому интересно, посмотрите. Это очень смешно. Надо, по-моему, Юлия Кроменча спросить. Он уже был директором одно время, администратором всего этого процесса. Он играет там с Краморовым и с Люсьеной Овчинниковой, с известными актерами. Очень смешной фильм. Ну, такой картонный, такой постановочный, такое производственное кино. Раньше это называлось «Жан производственного кино». Да, производственного кино. Ужасно смешной. Но он играет позитивного парня. Краморов играет там пьяницу, которого все перевоспитывают. А Высоцкий играет позитивного, по-моему, бригадира какого-то. И ужасно все смешно. Но главное, что там узнаваемые пейзажи. Мне это дорого. Почему? Потому что у меня родители жили в Айскроукле. И у нас там дача была как раз вот прямо вот напротив этой ГЭС, там дачный участок. Я все это своими глазами видела, все эти карьеры и так далее. Надо бы посмотреть этот фильм, как ты подзабыл. На завтрашней улице очень смешно. Он есть в Ютубе. Я сама его как-то видела. А открыл нам эту историю наш друг Николай Андреев, который написал книгу о Высоцком несколько лет назад. И вот там был этот эпизод. И когда он нам вот это рассказал, мы говорим, давай этот эпизод в журнал. И мы опубликовали. И было очень забавно. Так вот, это целая история, которую можно рассказать про Высоцкого. Рассказать, причем в сюжете. И поэтому я говорю, всегда мучаюсь выбором, что сделать следующим. А выбор есть. Да, выбор есть. Тем более, что очень много известных людей, пока не милевые деятели, культуры. И сейчас селится в Риге, в Юрмале. Так что, может быть, это следующий. Вы знаете, вот это вообще отдельная тема. Еще раз процитирую своего друга и известного писателя, американского, Александра Генниса, который любит повторять, что рижанин – это национальность. Это действительно так. То есть, Рига создана руками гениев самых разных национальностей. Мы знаем это и по архитектуре, и по музыке, и по живописи. Так вот, сколько этих деятелей культуры замечательных, великих, живут до сих пор и рассеяны по миру. Государство помогает, скажем, латышской диаспоре, помогает и средствами материальными, и культурными мероприятиями. А мне очень нравится такой формат «Рожденные в Риге». Помните, был такой фестиваль, он проводился один раз, потом частично, по-моему, был проведен еще раз, и все. И эта идея заглохла. Она абсолютно замечательная. Потому что каждый год, насколько я знаю, летом сюда собирается, ну, этим летом, наверное, не получилось из-за пандемии, собираются огромные осколки этой рижской диаспоры, которые живут и в Израиле, и в Штатах, и во Франции, и там в Праге, где их только нет. Мы сами переписываемся с огромным количеством людей, которые там из Штатов. У нас подписчики, кстати, открытого города есть в Израиле, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Берлине. То есть, вот им хочется бумажный журнал взять, полистать, почитать. Ну, видимо, это бывшие рижане. Это рижане, конечно. Я думаю, что как раз во многом из-за этой рубрики «Город великих людей». Так вот, им я тоже адресую эти видеофильмы, которые легко посмотреть, легко скачать, легко, так сказать, показать своим родственникам и друзьям про их замечательную Великую Ригу. Так вот, это сообщество бывших рижан, оно настолько велико, что это целый пласт культуры, который можно использовать, в том числе для развития города. Эти люди здесь часто бывают, привозят своих детей. Вот тот же Саша Геннис, там Петя Вайль приезжал сюда, сколько лет мы встречались. Масса других людей, разных специальностей, которые приезжают, которые обожают Ригу, которые везут сюда свои семьи и показывают город своей юности, город, в который они влюблены. И я считаю, что вообще есть такой определенный феномен рижского патриотизма. Он очень велик. Есть целая диаспора, скажем, в Штатах, которые называют себя штатники. Это люди-шестидесятники, семидесятники, музыканты, рокеры, которые уехали отсюда в большом количестве, и там часто встречаются или КВНщики. КВНщики ГВФ, Аркига, Радзиевский, Юрий Радзиевский, который приезжает сюда, кстати, иногда, в Латвию, в Юрмалу. И тоже вокруг него целый рой вот этих бывших КВНщиков, рижан. Приезжали они на столетие ГВФ, я знаю, Аркига, и общались, и встречались. И вот это тоже огромный культурный пласт, неиспользованный и малоизвестный даже в Риге. То есть их можно смешивать, рассказывая и их истории, и истории тех, кто раньше жил, ушел уже сейчас. Но, тем не менее, вот я говорю, культурный пласт просто очень толстый, глубокий, интересный. И дай Бог, чтобы он жил, и я надеюсь, вот свои журналистские способности применить к тому, чтобы рассказывать людям эти интересные истории. Да. Вот еще, может быть, такой вопрос, который я хотел задать. Может быть, надо вообще подумать, я не знаю, создать действительно такой, ну, центр не центр, а что-то действительно обобщить, такой каталог известных людей. Потому что, ну, я представляю, что, может быть, при всем уважении западным туристам очень многие имена ничего не скажут. Ну, при всем уважении, да, если они не интересовались балетом, не знаю, там, Барышников или Райкин, тем более, или Тали, если они не шахматисты, да. А вот люди из постсоветского пространства, как раз все эти имена, ну, кто не знает, среднего и старшего поколения, все эти имена. Энциклопедия Рижан, например. Да. А у меня вообще была идея «Съезд Рижан», «Съезд известных Рижан». А это, по-моему, замечательная идея, потому что я знаю, собирается знаменитая Одесситая, ну, к примеру, я знаю, собирается. Конечно, Одесситая, а почему Рижане? Раз в год, раз в два года. Да, один Рижанин, он рижский предприниматель, он мне рассказывал, что его родители из какого-то литовского местечка, да, и какой-то совершенно небольшой городок, я даже не назову, как его сейчас название, не припомню. И он говорит, что каждый год, вот мы такой с энтузиазмом, где-то под каунусом, и он, ну, может быть, и раз в два года, он собирает со всего мира выходцев из этого города уже в каком-то поколении. Вот должны быть энтузиасты, безусловно. Из ЮАР прилетает, представляете, да, так сказать. Если есть энтузиасты, всегда есть возможность этим заняться. Так что можно какой-то всемирный слез съесть, так сказать, да. А, представляете, можно сделать День Рижан по всему миру. Например, в один и тот же день. Этот день проводится в Риге, в Нью-Йорке, там, в Тель-Авиве, да, или в Берлине, где Рижан тоже достаточно. То есть идей много. И я буду рада, если вот откликнутся, найдутся какие-то энтузиасты там среди бизнеса, среди каких-то администраторов, чиновников Риги или тех, кто в Лайф-Рига работает. То есть вот есть, как бы, наверное, заинтересованные люди, которые могли бы поддержать эти идеи. Идеи хорошие. Я, со своей стороны, готова их продвигать и в средствах массовой информации, и на канале Ютуб. Так что думаю, что все это можно осуществить постепенно. Если мы все-таки заговорили о Риге, не могу не спросить, не толкаясь, естественно, в политику. Все-таки, вот что нужно? Какая-то специальная, может быть, программа, так, чтобы действительно, ну, ясно, что, может быть, исторический центр, это понятно, но вообще, чтобы каким-то образом вот эти вот дома поддерживать в нормальном состоянии, потому что зачастую мы видим, что некоторые завешиваются этой вот сеткой, или они бесхозные, или хозяева, которые за границей живут, их вообще не волнует, что вот эти объекты деградирующие. Ну, я думаю, что вот предыдущий состав Рижской Думы, тот же Олег Буров, очень много занимается реставрацией домов. Какая здесь программа, это прямая строительская посада. Это очень живые, перспективные программы. Я думаю, что многие жильцы вот центральных, особенно этих исторических домов, в этом заинтересованы. Я тоже живу в доме, который построил Константин Пэкшн, архитектор. И, в принципе, много лет мы жили, не ведая об этом, а в центре. А сейчас его признали памятником культуры, дали нам скидки по налогам, этот очень даже мы приветствуем благодаря Рижской Думе. Так что есть эти программы и реновации, и поддержки культурных памятников. Дай Бог, чтобы их было больше, этих программ, потому что Ригу надо сохранять. И я, кстати, не могу в этой связи не возмутиться идеей сноса бывшего здания ЦК в центре города, в парке Кронвальда. В парке, в котором маленькими ножками ходил маленький Эйзенштейн, где гуляла мать Мария Караваева, будущая мать Мария, Мария Кузьмина Караваева, поэтесса, и будущая мать Мария, которая здесь же в центре жила, где та же Елена Булгакова ходила. Ну вот это вот историческое место, которое просто будет снесено и разгромлено, если это здание будут разрушать и на его месте возводить новое. Там обязательно придется рубить деревья, обязательно придется как-то часть улицы разрушать, улица Элизабетас, которая когда-то была улицей Променада, где врачи выписывали как просто рецепт выздоровления эту улицу для прогулок. И вот это место, ну это, во-первых, это просто какое-то варварство, я считаю, по отношению к старому городу. Наверное, идея эта родилась в головах тех, кто никогда не жил в Риге, ненавидит этот город и просто хочет стереть его с лица земли. Как версию, причину, вернее, почему нужно именно на этом месте строить город, я слышала, потому что это было здание ЦК КП Латвии. Ну хорошо, если по этому принципу подходить к истории города, вы представляете, сколько надо было бы снести зданий? Надо было бы снести Министерство обороны, потому что это был штаб Прибалтийского военного округа. А сейчас ничего сидят? Надо было снести Дом Конгрессов, потому что это был Дом Политпросвещения, я помню. Все это происходили, ЦК КП Латвии, я помню. Надо было бы снести высотку сталинскую, которая Академией наук сейчас является. А мосты? Страшные дела. Мосты. Надо было бы хрущевки все снести, надо было бы кучу жилищного фонда. Режевские, да. Все снести, ну давайте все истребим, и что? И что, будем в палатках жить тогда? Ну это аргумент, который совершенно не выдерживает критики. Более того, я слышала, что есть инвесторы, желающие купить этот дом и на этом месте сделать пятизвездочный отель. Причем сумму назывались инвесторы, которые готовы заплатить там от 12 до 15 миллионов. Это что, лишние деньги в бюджете города или в бюджете Риги? А на то, чтобы снести здание, нужно только 3 миллиона. И чтобы проект этот создать, чтобы построить новое. Представляю, сколько будет израсходовано денег. Причем наверняка этот дом, концертный зал будет убыточный, который просто за наш с вами счет будет реализован. Поэтому я считаю, что это абсолютно безумная идея. И дай бог, чтобы как можно больше людей подписались на Манабалс ЛВ против строительства концертного зала в центре Риги. Уже есть такие, уже собирают подписи, да? Есть Манабалс ЛВ, да, уже люди собирают подписи. Поэтому призываю всех это сделать, тех, кто любит Ригу, настоящих патриотов Риги. Давайте не дадим варварски разрушить и парк Кронвальда, и улицу Элизабетас, которая является просто исторической улицей. Концертный зал можно построить в любом другом месте. Посмотрите, у нас Канцесс, это тоже центр. Построили арена Рига, спортивный зал. И что? Есть возможность автомобили разместить, есть возможность подъехать. Это же удобно. Напротив арены Риги огромная территория, городская, по-моему, городу принадлежит. Пожалуйста, строите на здоровье. Почему не сделать это там? И где можно устроить парковки, где ничего не нужно разрушать. Убрали огороды и, пожалуйста, создавайте себе любые небоскребы под концертный зал. Поэтому надо разумно подходить, конечно, к перестройке города. И старый город, не трогайте руками, старый город, это историческая ценность. Давайте сохраним его для потомков. Мы все временные жители этого города. Мы пришли и ушли. А город стоит веками. Поэтому призываю всех, кому это дорого, высказать свое слово в защиту старого города. Да, это, кстати, очень парное замечание. И когда пытаются вот так вот разбомбить, снести все, тихий центр. Это варварство. Да, это какое-то варварство. Почему варварство не присуще все-таки Риге. Но у Риги другая культура. Я пока не вижу, не могу найти даже ни одного вот рационального аргумента в пользу вот этого решения. Это тихий центр. Нет, один аргумент – это то, что это было ЦК. Да, нет, я с точки зрения здравого смысла. Рядом уже концертный зал один есть. Два концертного зала рядом ни в одном городе не строятся. Я имею в виду дом конгресса. Конечно, конечно. Во-вторых, по-любому там нет места для нормальной парковки. Абсолютно. Как ты к концертному залу не можешь подъехать, припарковаться. На этой пробке все время, на этом перекрестке маленьком. Рядом исторический центр, тихий, где каждый дом – памятник с историей. Да, парк разбит. Это же мы понимаем, такое здание снести. Никакой логики. Это пыль. Никакой. Пыль такой. Потом это все нужно… Причем, знаете, там у этого здания очень глубокие корни. Мне рассказывали люди, которые не строили ее, но которые были причастны к проектированию или строительству в свое время. Это же было где-то в 70-е годы. Там, оказывается, какие-то глубокие подземелья. То есть, эти подземелья были предназначены для партийной элиты, чтобы в случае, не знаю, атомной войны, которую ждали в то время, можно было спрятаться, укрыться. И даже есть какой-то подземный ход прямо к Даугове. Вот еще одна тема. Это же исторический памятник. Вот еще одна тема. Это памятник, о котором надо просто рассказывать, водить туда экскурсии. Конечно. Но тогда, когда он будет приведен в божеский вид. Но есть, я говорю, инвесторы, которые готовы это сделать. Так давайте этим инвесторам мы дадим возможность выкупить, заплатить деньги, бюджет получит эти миллионы. Снести это проще всего, да. Снести и столько потерять сразу же на этом. То есть, это те, кто ненавидит Ригу. Эту идею придумали люди, которым Рига недорога. Это, по-моему, очень хорошая такая вот реплика в завершении эфира. Будем действительно надеяться, что, может быть, выборы помогут тем, кто принимает решение, увидит количество подписей. Я так понимаю, что эти подписи, по-моему, собираются довольно быстро. Да. На этом портале быстро. По крайней мере, может быть, удастся эту идею, по крайней мере, затормозить. Я догадываюсь, что есть какой-то соблазн, простите, заработать на сносе. Это довольно дорогостоящий. Тут несколько потоков для заработка. В принципе, нетрудно догадаться, что корыстные, жадные люди просто хотят заработать на сносе. И на Ригу им наплевать. Хотят заработать на проектирование, хотят заработать на строительстве. А вот на Ригу, на ее историю, которая останется, я еще раз подчеркиваю, после нас, после вас, господа, после всех, останется этот замечательный город. Но давайте не дадим его разрушить, эту сокровищницу культуры. Замечательное завершение эфира, такой призыв. Я думаю, что мы тоже будем эту тему строить. Да, я тоже желаю, чтобы вы поднимали, и мы в своем журнале «Открытый город» будем поднимать. Надо все-таки не допустить такого варварства, лучше слова и не придумаешь. Татьяна Фас у нас была в студии, главный редактор «Открытого города». Большое спасибо. Спасибо.